Всем привет, с вами Голодный, и сегодня я хотел бы поделиться с вами своей новой покупкой. Давно не записывал подобные видео, снимаю я на телефон, нахожусь в гостинице, как многие знают, я в командировке, поэтому качество видео будет соответствующее, нет никакого штатива. И вот сегодня я приобрел вот такую вот замечательную книжечку Dark Souls Trilogy Compendium. Если честно, она на глаза мне попалась чисто случайно, я даже не знал, что такая существует. И сначала я снял с нее пленку, а потом думаю, дай-ка я запишу что-нибудь для своего канала эдакое, помимо прохождения. И вот что она из себя представляет. Здесь под пленкой находилась еще вот такая вот сзади бумага, на которой описано вообще, что содержится в этой книге. Также можно посмотреть цену этой книги в Америке, она стоит там 50 долларов, мне она досталась за 3 тысячи с половиной рублей, что я считаю недорого, так как если даже ее заказывать из-за бугра, то выйдет даже, наверное, дороже из-за доставки. Теперь вернусь, здесь больше ничего нет, но это как бы футляр для книги, то есть сама книга как бы находится внутри. Сзади у нас нарисован такой вот бомб-файр. И спереди также у нас находятся трое рыцарей, только уже в цвете. Здесь первой, второй, третьей части сеты. Здесь также написано Dark Souls Trilogy Compendium. И что же из себя эта книга вообще представляет? Здесь у нас Соллер. И эта книга содержит в себе все самые важные аспекты из первых трех частей. Первая часть. История Dark Souls. Здесь как бы разработчики этой книги пытались описать историю соусов, лор соусов, в виде последовательного описания предметов, как я понимаю. То есть, нет, они даже тут приводят выдержки из CGI-заставок и записаний предметов. И как они пишут, что они все это представили в последовательности, чтобы вы могли для себя составить лор этой игры. К сожалению, все на английском, как на русском. Конечно же, такой книги и никогда не выйдет. И сейчас мне интересно будет вот это все почитать, как авторы этой книги представляют, что вообще происходит в сюжете Dark Souls. Здесь представлены предметы не только с первого Dark Souls, но и со второй, и с третьей части. И они вот такой определенной последовательности. То есть, а, ну вот это первая часть. Вторая часть. Дранглик. В общем, идет описание самых важных предметов, из которых можно подчеркнуть самый ключевой лор в игре. К сожалению, здесь не приводятся диалоги. Хотя, возможно, и приводятся. Возможно, я просто не читал. Ну, диалоги в этой книге тоже есть. Ну, в общем, вот пошла третья часть. Не знаю, можно ли транслировать эту всю книгу на YouTube. Скорее всего, нет, так как меня могут наказать за авторское право. Ну, я очень быстро пролистываю. Не думаю, что тут что-то можно будет конкретно прочитать. А, дальше идет история Мануса и Бездны. То есть, опять же, лор. Ну, в общем, первая часть этой книги – это чистый лор. Лор, лор, лор. Я попробовал поискать данную книгу. Возможно, кто-то ее сканил в PDF. Ну, возможно, где-то на закрытых источниках это и есть. Но в открытых источниках я подобной книги не нашел. То есть, можно сказать, что это настольный эксклюзив у меня. То есть, либо покупать. Пока что PDF отсканенную версию найти этой книги я не видел. Возможно, ее пока не существует. И вот пошла вторая часть. Здесь у нас идет описание, как бы, кратенькое описание мира с обзором карт всех локаций и нахождением предметов. Ну, мне эта информация не особо нужна. Ну, все равно интересно. То есть, посмотреть. Это скрины из игры. То есть, это вот пошла первая часть. Соответственно, дальше у нас... Тут и включены все DLC. То есть, эта вообще книга вышла после того, как вышло переиздание первой части Dark Souls. И вышла трилогия. То есть, там переделанная, ну, как бы, обновленная первая часть игры, вторая часть, которая шкаляр, и третья часть. И вот здесь, кстати, тоже интересная вещь. Если вы хотите, как бы, свяжить себе память, то здесь находится раздел «Все диалоги Лордрана». То есть, вообще, все персонажи, какие бы только диалоги они ни говорили, вплоть до того, даже как... Когда вы их, допустим... Ну, вот, допустим, вот... Когда вы их бьете, то что он говорит? Урх, арх, урх, урх. И когда умирает, ну, там вам произносят какую-то, ну, непристойную фразу, возможно, которая тоже... Как мы знаем, в лоре Dark Souls нужно учитывать все. Возможно, даже при смерти персонаж говорит что-то важное. В общем, все диалоги, все это тут тоже есть. Ну, разработчики книжки заморочились, на самом деле. Не знаю, конечно, на 100% ли. Возможно, они что-то упустили, но... Книга просто огромная. Она, по-моему, порядка 500 листов. Очень тяжелая. Вот. Пошла вторая часть, то же самое. Карты. Карты, карты, карты. Диалоги из второй части. Ну, во второй части диалогов еще было больше. Пошла третья часть. Диалоги из третьей части. И после этого у нас пятая глава. Ну, экипировка и предметы. Здесь описаны вообще все встречающиеся предметы из трех частей. Здесь они даже подписаны. То есть, допустим, вот нож бандита был... Вот это, если можно видеть, римская цифра К1. Значит, он был в первой части и его лор. В второй части также был нож бандита и его лор. И в третьей части также был нож бандита и его лор. То есть, здесь представлены все по категориям ножи из всех трех частей. Можно про них почитать. Прямые мечи. Большие мечи. Ну, в общем, все оружие, которое когда-либо появлялось в первых трех частях Дорсоуса, оно здесь есть. Снимает огромное количество страниц. Здесь даже есть вот такая вот закладочка. Мантия. Стрелы. Ну, в общем, все-все-все. Здесь уже пошли предметы. Вот тут можно видеть, что во всех трех частях были бинокли. В третьей части был факел. Во второй части был факел. А, также был череп, свечащийся только в первой части. Если вы помните. Щиты. Ну, в общем, понятно, дальше пошла броня. Описание всей брони. И дальше пошли предметы. Описание душ. Различных ингредиентов. Камней. Ключей. Кольца. Магия. И здесь дальше пошли противники и боссы. Арты всех противников из всех трех частей. Также с описанием, на какой странице что они дают и какой лор содержат. В общем, для фаната такой сборник знаний. И в конце здесь у нас содержание и еще такой бонусный конвертик, в котором можно найти. Сейчас просто достану. Удобно снимать, держать в руке телефоны и снимать параллельно. Доставать что-то. Здесь такие вот, как бы, фотографии. Можно поставить какую-нибудь рамочку. Или просто прилепить. Ретильский. Танцовщица. Всего четыре фотки. Могли бы и побольше положить. Ну, и на этом, как говорится, спасибо. Могли бы вообще ничего не ложить. Не класть. Ложить, да. Нет, только слово. Ложить, класть. В общем, как-то так. Теперь я вот стал обладателем такой вот книги. Давно хотел приобрести что-то подобное. Какую-то энциклопедию по серии соус. Вот, как-то она появилась. Ну, в общем-то и все. На этом всем спасибо. Вот так вот. Сегодня, возможно, будет стрим. Вот, живу я вот. Если кто в Москвичной реке знает это место, возможно. В общем, нахожусь я в Москве. И у меня с собой ноутбук, микрофон. В принципе, возможно, если все получится настроить, я сегодня даже запущу стрим. Ну, а с вами был Голодный. Всем до скорых встреч. И пока-пока.